Непростая внешнеполитическая обстановка, введение санкций, все это серьезно сказалось на экономике страны в целом и каждого региона в частности. Задачи на этот год перед всеми муниципалитетами были поставлены губернатором Кубани Александром Ткачевым в приоритете развития малого и среднего бизнеса. В Армавире для этого есть все условия. Несмотря на довольно непредсказуемую ситуацию, многие предприятия с уверенностью родить позитивную динамику. Объем базовых отраслей экономики города в абсолютной величине оценивается на уровне 79,9 млрд. рублей с динамикой роста 110,8%. Плановые показатели по этому направлению были определены на уровне 77,3 млрд. рублей. В целом, что касается экономики города, то природ за 2014 год не показали только строительная и транспортная сферы. Специалисты это связывают с окончанием работ на олимпийских объектах. Сложности из-за санкций и отсутствия заказов сейчас испытывают мебельная и табачная фабрики, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия. При этом малый и средний бизнес идет в гору. Так, Армавир стал одним из четырех кубанских муниципальных образований, в которых будут построены крупные логистические центры по хранению и переработке пищевых продуктов. При этом город готов выполнять все свои социальные обязательства. Также поставлена задача перед муниципалитетами по выполнению социальных гарантий. Все, что связано с социальной сферой, это обязательно будет в обязательном порядке выполняться. Но все, что связано с работой в условиях кризиса, поддержки малого и среднего предпринимательства, это задачи, которые были поставлены краевым руководителям. В городе продолжают следить за ценами на продукты. Ежедневно в администрацию стекается информация о стоимости 40 видов социально значимых товаров. Меры по полномочиям принимает федеральная термонопольная служба, куда мы готовим обращение. Но если мы это оперативно выявили, соответственно, мы быстрее примем меры по тем нерадимым торговым сетям и предпринимателям, которые дают продукцию по завышенной стоимости. О проделанной работе за 2014 год отчитались полицейские города. Правоохранителям удалось не допустить террористических актов, преступлений на межнациональной почве и улучшить показатели по нескольким направлениям. Значительно выросло количество подростков, которые не соблюдают так называемый детский закон. Решение этой проблемы – одна из задач для школ города. В целом, 2014-й для сферы образования был продуктивным. Так, по результатам сдачи ЕГЭ, только один ученик не получил аттестат. В 2013 году без этого документа остались 16 человек. По среднему Павел Армавир вышел на шестое место в крае. Среди проблемных, но решаемых вопросов – очереди в детские сады. Проблема устранения в артементе детских садах находится на постоянном контроле. Очередь по состоянию на январь 2015 года составила 4569 человек. Актуальная очередь – 1767. От тех детей, которых мы обязаны по указу президента обеспечить местами – 628 человек. Это в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году в Старой Станице появится детский сад на 330 мест. Ещё 220 обеспечат пристройкой к 43-му садику. Также ведутся переговоры о возведении частного дошкольного учреждения. Большое внимание уделяется и патриотическому воспитанию детей. В прошлом году Армавир по итогам месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы занял третье место по краю. В этом есть все шансы улучшить данный показатель. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне горожане готовятся особо. Алена Безовчук, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.